Православные отметили День Собора Осветителей Земли Коми. Впервые божественную литургию по этому поводу в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе провели в прошлом году. Эта дата вошла в общий календарь церковных праздников, поэтому чествуют святых Зырянской земли отныне во всех православных церквях России и мира. В Сыктывкаре помимо праздничных литургий в этот день прошел концерт, а создатели проекта пешком по Усть-Сысольску провели экскурсию для всех желающих. По следам репрессированных священников. Репортаж Таисии Жаковой. Настоящий аншлаг в холле театра оперы и балета еще до концерта. За книгами и брошюрами о новомучениках выстраивается очередь. Истории тех, кто не предал веру, несмотря на гонения, многим до сих пор неизвестны. А сам праздник в новинку. С просьбой о включении в месяцы слов Дня Собора Хоми Святых к святейшему патриарху Кириллу, епископ Петерим обратился в прошлом году. И отныне 11 февраля во всех календарях Русской Православной Церкви. Богослужения идут по всему миру. 21 год назад, когда Сыктывкарская епархия создавалась, в собор вошли 4 просветителя. Стефан Пермский и продолжатели его дела. Усть-Цимские чудотворцы. Герасим, Петерим и Иона. Затем в списке оказались еще 17 священнослужителей. Российских новомучеников и исповедников, просиявших на земле Коми. Клику святых их причислили после гонений на православную церковь в советское время. Мы с вами перерастаем к этой небесной дружине. Дружина, которую когда-то организовал не политического характера, конечно, наш Герман Ряшенцев с Павлом Елькиным, с священником Стефаном, Кочпонском храме, еще с другими 13 человек, ведь было расстрел в Ене. И не все из них канонизированы. 21 новомученик определены Сенатом. На самом деле их было гораздо больше. Больше 200 священнослужителей Коми Края были расстреляны или осуждены на срок от 8 лет лишения свободы. Большинство из тех, кто пострадал за веру, просто не канонизированы. Я бы сказал, что наша земля – это как антиминство, полито кровью тех мучеников, которые исполнили заповеди Господни, не отреклись от Христа. То есть православные наши люди. Поэтому это те молитвы, которые перед Господом Богу по нас молятся. Название первой в этом году экскурсии пешком по Усесольску символичное. Последний путь священников. Маршрут о здании МВД, где когда-то располагалась тюрьма, до Вознесенской церкви, единственном сохранившемся храме, в котором служили репрессированные. Не обошли и памятную часовню. На этом месте прежде находилась тюремная церковь. Здесь Михаил Рогачев назвал имена 17 мучеников, причисленных к лику святых в начале 2000-х. Все они, до исключения одного, расстреляли в 1937 году. Вообще мы проводили похожие экскурсии. Темы от нас были самые разные. Мы проводили экскурсию по храмам Усесольска, а большинство из них не сохранилось, разрушено. Проводили другие экскурсии. Так что где-то темы перекликаются, где-то они оригинальные. Было время, когда Коми с гордостью называли самой атеистической республикой Советского Союза. В 1937 году была закрыта последняя церковь в Кайгородском районе. Только в 1945-м разрешили открыть храм в селе Кочман. И он оставался единственным в республике до 1954 года. Сегодня картина прямо противоположная. По всему региону строят новые или восстанавливают прежние святыни. Таисия Жакова, Егор Ильченко, Иван Богомолов, Алексей Прошуков, телеканал Юрган Сыктывкар.